Друзья, всем привет! Хочу показать вам, на каком этапе находится сейчас мой вязаный платок. Дело в том, что я довязала середину уже совсем. Я связала все углы, которые были первыми, и сейчас уже заканчиваю платок. То есть сейчас буду вязать вот такую кайму уже сверху. Начала я платок вязать вот с этого угла. Как видите, он самый такой распушенный. В угла с 7 петель постепенно прибавляя. То есть вот этот первый и второй угол вяжутся одновременно и доходят вот до этого края. То есть он выглядит вот так. Получается вот такой квадратик. Одновременно здесь, конечно, вывязывается рисунок. Смотрите, у меня здесь листья. Очень плохо снимать. Платок черный. В общем, затем вот эти петли снимаются на спицу, вот на такую круговую спицу, и просто висят просто так. И здесь начинает вязаться вот эта кайма листья пошла сюда. Я ее вязала вот до этого угла. Затем, когда довязали до третьего угла, этот угол нужно будет сбавить. То есть начинаем в каждом ряду, в конце каждого ряда убавлять, убавлять, убавлять. А для того, чтобы здесь образовывались дырки, мы перед кромочной еще делаем накид и провязываем две вместе. В общем, получаются вот такие дырочки. И такое убавление продолжается до тех пор, пока угол не сойдет на нет. То есть вот буквально останется вот один зубчик и три петельки вот здесь. Затем как бы разворачиваем вязание, с этих трех петель начинаем прибавлять следующий зубчик и цеплять за край, здесь у нас получается край, цепляться за этот край в каждом ряду и вывязывать вот этот четвертый угол. И когда мы вывяжем весь четвертый угол, то есть сравняем две середины, у нас получится вот такая часть платка. Здесь край висел на снятых спицах. И тогда мы начинаем вязать вот сюда вверх и вяжем требуемое количество зубцов. Я связала их 11, потому что у меня платок на 22 зубчика. И как раз сейчас дошла до того момента, когда мне нужно убавлять кайму. То есть я сейчас должна снять вот эти петли, которые пока вязаться не будут, на вспомогательную спицу и начать убавлять вот этот угол, он у нас по счету пятый. Что мы делаем? Мы закрываем зубчик, потому что это видно по рисунку, что его нужно закрыть. Видите, я просто сбавляю 6 петель, я ориентируюсь по накидам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все это на вспомогательную спицу. Когда мы все это оставим на спице, оно не будет нам мешать. И точно так же не забываем про рисунок. Все. Мы закрыли зубчик, и так как этот ряд у нас изнаночный, то я просто вижу лицевыми петлями до того момента, пока не дойду до края, до той каймы, которую нам нужно сейчас провязывать, убавляя ее на углу. То есть, провязывая пятый угол. Ничего страшного, что спица у меня здесь немного не сходится по толщине. Один ряд, который будет висеть, который не будет вязаться, это вполне возможно сделать, и ничего не будет страшного. То есть, мы провязываем весь платок полностью в середину до того момента, где у меня начинается кайма. Ее видно, кайма у меня отделена вот такими, видите, таким рядом накидов. Вот таким его очень хорошо видно. Именно до этого края мы будем вязать, и плюс возьмем еще одну петельку, вернее две петельки, мы вяжем на вспомогательную спицу до начала каймы. Видите, у меня здесь по краю идет ряд накидов. Мы вяжем до этого накида, и плюс еще две петельки забираем с середины. Это нам потребуется для того, чтобы не нарушить рисунок. Все. Эти петли оставляем вот здесь на спице, и берем основную спицу, на которой мы вязали раньше, и просто продолжаем рисунок, потому что это изнаночный, уже будем убавлять этот угол, пятый, в лицевом ряду. Это будет удобнее нам сделать. То есть сейчас просто вяжем изнаночный ряд. А изнаночный ряд это у нас просто элементарно лицевые петли. Платок связан платочной вязкой. Здесь идет рапорт из трех рисунков простеньких, но они тем не менее красиво смотрятся. Серединка провязана платочной вязкой. Так, все, связали изнаночный ряд. Ну и теперь будем вязать непосредственно угол. Итак, закрываем зубчик, потому что по рисунку его нужно закрыть. Также убавляем 6 петель. Остается у нас здесь одна кромочная. Я их вяжу зубчики так вот, провязываю еще одну платочную, делаю сразу накид. Ну и дальше вяжем рисунок. Смотрим, что у нас здесь. У меня вот здесь, смотрите, вот такие дорожки из таких ромбиков. У меня здесь по рисунку. Я не буду напрягать вас с рисунком, потому что у каждого человека он свой. Вот я сейчас просто здесь провяжу рисунок. Нас интересует, как мы будем вывязывать сам угол. Так, рапорт первого рисунка я провязала. Сейчас перехожу ко второму. Эти рисунки у меня разделяются дорожкой. Отвлекаться не стоит, потому что здесь я начала уже неправильно его провязывать, ошиблась на одну петлю. И вот здесь уже третья дорожка, третий рапорт. Это просто платочная вязка. Здесь нам интересно, как убавить петли так, чтобы сохранить рисунок. Для того, чтобы эта дорожка вот здесь шла на угол и как бы убавлялась, вот здесь нужно провязать две вместе. Накид этот сместить вот сюда. А для того, чтобы сам угол сбавлялся, нужно связать вот здесь две вместе. Друзья, смотрите, что у нас здесь получается. Эта середина, набранная на петли, так и висит на спице. Вот у нас идет угол, который убавляется. Кстати, платок получится не такой уж маленький. Он свободно свисает со стола, краешки. Вот тот угол, который я убавляю. Так, смотрим. Очень плохо, что платок темный. Я боюсь, что вам не видно. Вот так на просвет видно. Вот пошла убавка. Я здесь делаю специально накиды для того, чтобы вот такая кайма была ажурная. И, естественно, слежу за рисунком. Рисунок не должен никуда деваться. Вот я закончила одну дорожку. Видите, да, вот эта дорожка, которая без рисунка. Вот она. Теперь, смотрите, перестаю вязать листики вот на этой дорожке. Потому что все еще, вот так поправила камеру, кажется, теперь видно. Потому что больше ни один рапорт здесь не уместится. Видите, на просвет видно. Потому что вот здесь пойдет убавка. Так и будет. Вот этот край я все время убавляю, убавляю, убавляю. Теперь нам нужно закрыть вот этот рапорт. Зубчики вяжем без изменения. Следим за тем, чтобы вот этот рисунок, вот, вот этот рисунок никуда не девался, повторялся. В общем, так и вяжем вот этот пятый угол до тех пор, пока вот здесь у нас, вот здесь, не останутся буквально три петли. И эти петли висят. Мы это будем делать потом, когда вот здесь вывяжем пятый угол, полностью сбавим. Вот здесь останется три петли, мы развернемся. И вот за эти краевые петли будем набирать шестой угол. То есть здесь мы убавляем, а дальше будем только прибавлять. Вот такое вязание у меня в процессе. Я вам сейчас, наверное, выпущу это видео. А когда дойдем до конца пятого угла и начнем шестой, это будет отдельно. Ну, давайте, кто не видел, я покажу вам платочек, который у меня получается. Вот такой рисунок. Смотрите. Листики, вот здесь зубчики, здесь вот эта вот кайма просто идет где-то. Вот. Толстый. Середина просто платочная. Вот такой платочек. Он уже тяжелый, нарисуем, вязать невозможно. И я кладу его на табуретку. Для того, чтобы было удобно. В этом платке я давно уже увидела и уже говорила, в этом есть небольшой косяк, скажем так. Дело в том, что кайма богатая, ажурная, вы сами видите. И она легко тянется в разные стороны, растягивается. А вот эта середина, которая связана платочной вязкой, она более плотная. И когда я его буду растягивать на станке, мне придется очень сильно растянуть середину. При том, что кайма почти останется на месте. То есть я боюсь, что середина будет его вот так как бы стягивать и кайма на нем будет волнистая. Я не знала, что так получится, потому что как бы рисунок этот компоновала я сама. Нужно было либо в середину вот здесь провязывать дополнительные ряды, навязальщицы меня поймут. То есть сделать обороты. Я сделала несколько оборотов, когда поняла, что дополнительных оборотов, то есть не цепляя за кайму. Я сделала несколько оборотов, но их оказалось мало. Здесь нужно было вывязывать какой-то ажур, хотя бы самый простой. Я за это не взялась, потому что кайма и так здесь идет три дорожки. Каймы я вам ее уже показывала. Я боялась, что если я буду вязать ажурную середину, ну это во-первых долго, вы сами понимаете. Во-вторых, здесь можно легко ошибиться, так как рисунок геометрический. Нужно, чтобы он никуда не девался, вот так шел ровненько. То даже если один ряд, вот здесь одна петля будет упущена или как бы связана неправильно, это будет сразу видно. И середину я делала платочной вязкой. Я теперь поняла, что это такая небольшая ошибка. Если я буду вязать такой же платок с таким же рисунком, я, наверное, тогда пущу, чтобы это было проще. На середине надо было хотя бы вывязать вот так вот квадраты. Все-таки это был бы уже какой-никакой орнамент, и он бы вот здесь, понимаете, платочная вязка была бы разделена вот этими дырками, она бы тянулась лучше. И это красиво смотрелось бы, если бы вот здесь, допустим, вот так вот, ну, середина была, такими большими квадратами вывязана. Она не мешала бы и кайме, то есть этот рисунок, он бы не отвлекал на себя вниманием. И в то же время середина тянулась бы лучше. Но сейчас это уже никак невозможно исправить. Распускать его абсолютно бесполезно, потому что пряжа эта связана с прядиной на нитку. То есть она просто-напросто пух слезет с нитки. Ну, будет вот так, как будет. Но платочек будет пушистый. И это уже видно, потому что вот начало, видите, как оно распушилось, хотя я его не пушила, неплохой пух, я его покупала. Ну, так. Всем пока, когда вижу угол, который я только что показывала, засниму вам следующее видео.